День в истории. 13 декабря, 30 ноября по старому стилю, 1917 года в Омске установлена советская власть. В ночь на 13 декабря 1919 года красные партизаны освободили уездный город Алтайской губернии Бийск, ныне в составе Алтайского края. 13 декабря 1920 года Совнарком РСФСР принял постановление об оказании материальной помощи Советской Армении. 13 декабря 1922 года Первый Закавказский съезд Совета в Баку преобразовал созданный 12 марта 1922 года Федеративный союз социалистических республик Закавказья в Единую Закавказскую социалистическую федеративную республику. 13 декабря 1964 года по инициативе редакции газеты «Пионерская правда» учрежден клуб «Золотая шайба». Летом того же года в спортивную жизнь юношества ворвался кожаный мяч. Неисчислимая армия мальчишек благодаря ему получила возможность участвовать во всесоюзном турнире дворовых, уличных и поселковых команд на приз, учрежденный комсомолом. В конце того же года появился еще один детский спортивный клуб всесоюзного значения «Золотая шайба». Авторитет «Золотой шайбы» сразу же возрос после того, как был создан центральный штаб клуба. Возглавил его один из самых признанных специалистов – заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР Анатолий Тарасов, который три раза приводил наших хоккеистов к золотым медалям на зимних играх и девять раз к победам на мировых чемпионатах. Вошли в штаб знаменитые хоккеисты – Борис Майоров, Александр Рагулин, Анатолий Фирсов, Александр Мальцев и другие. По предложению центрального штаба в стране прошел смотр-конкурс по строительству хоккейных коробок в городских дворах, рабочих поселках и селах. Местные власти отпускали на благое дело немалые средства. Одновременно промышленность резко увеличила производство детского хоккейного снаряжения – клюшек, шайб, кожаных перчаток и пластмассовых шлемов. А тысячи взрослых любителей хоккея откликнулись на призыв помочь ребятам приобщиться к увлекательной и полезной игре, о которой наш первый космонавт Юрий Гагарин отозвался так – «Замечательная игра! Лучшая из всех, какие я знаю!». Через этот клуб пробились в большой хоккей многие известные асы, в том числе легендарный Валерий Харламов и Владислав Третьяк. 13 декабря 1969 года был вынут первый ковш земли на строительстве Камского автозавода, который был рассчитан на производство 150 тысяч большегрузных автомобилей и 250 тысяч двигателей в год. Комплекс заводов на Каме раскинулся на обширную территорию в 57 квадратных километров. Одновременно со строительством автозавода решались огромные коммунальные проблемы. С сотнями тысяч людей КамАЗ обеспечил комфортабельное жилье, современные учебные заведения, детские сады, медицинские учреждения, многочисленные объекты культуры, спорта, отдыха и досуга. Благодаря КамАЗу в Прикамье был создан мощный промышленный и научный центр, а также развитая инфраструктура пригородной сельскохозяйственной зоны. Каждый год город пополнялся на 30-40 тысяч человек. Если до начала строительства КамАЗа в набережных Челнах жили 27 тысяч человек, то сейчас более полумиллиона. Таким был день 13 декабря в истории. Продолжение следует...